Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем наши беседы с ландшафтным дизайнером и дендрологом Виктором Тропченко. И хотим еще раз... Эта тема неоднократно уже поднималась на нашем канале и на многих других, но не теряет свою актуальность в связи с тем, что у нас появляется огромное количество различных новых растений, как и в природе, как ни странно, так и в садовых центрах. Происходит некий обмен растений, которые уходят из сада наружу и из садовых центров и питомников в наши сады. В общем, разговор пойдет у нас про так называемые инвазивные культуры, ну и в частности про золотарник, поскольку именно это растение представляет такую высокую декоративность, что у многих просто руки чешутся принести его да посадить. Здравствуйте, Витя. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Любое растение садовое мечтает стать сорняком, а любое заносное в тот или иной регион растение, я думаю, или любое другое живое существо, мечтает стать инвазивным. Но не у всех это получается. Дело в том, что так называемые инвазивные виды стали инвазивными, то есть агрессивно занимающими место обитания той или иной территории того или иного региона, потому что они оказались по какой-то причине более устойчивыми, они не имеют естественных врагов, они прекрасно размножаются и обладают какими-то свойствами, которые позволяют им занимать территории. Все мы, в общем-то, на северо-западе России уже в средней полосе знакомы с борщевиком, увидим, как он растет. Борщевик наиболее известен из всех инвазивных видов, просто потому, что он ядовит и вызывает ожоги. То есть опасность от него весьма конкретная, а не какая-то абстрактная, потому что чем плохие люпины и золотарник, для многих это какая-то такая, знаешь, скорее философия, чем практика. Борщевик, понятно, он плохой, он жгет, его много, и поэтому долой. Его видно. Да. Он, в общем-то, нет, хотя он красивый, конечно, что тут говорит. Но дело, что никому не придет в голову ему сажать. Дело в том, что возникновение инвазивных видов довольно интересная штука. Почему один вид, ну, человечеству всю свою историю, последние пару веков уже настолько активно перемешивает виды из разных регионов, что набрался уже какое-то определенное количество материала. Потому что некоторые из них прекрасно себе растут, и растут локально, и, в общем-то, не становятся инвазивными. Они могут там какие-то популяции образовать, но все это растет и не особо расползается. А другие занимают все обочины дорог, все заброшенные поля, все, что угодно. И, если, кстати, обратить внимание, то большая часть тех видов, которые мы считаем инвазивными, они появляются именно в нарушенных местах обитаниях. Обочины дорог, заброшенные поля, обочины полей. Достаточно посмотреть, где растет борщевик в той железной области. Рудералы и пионеры, скажем так. То есть, он занимает, вот у нас есть поле, потом есть какая-то лесополоса, не лесополоса, потом идет дорога. И, как правило, вот между тем полем, который регулярно косится или возделывается, и дорогой, вот растут заросли борщевика. Потому что там нет обработки земли, с одной стороны, а с другой стороны, там нет устойчивых каких-то местных сообществ, которым сложно образоваться на этой узкой полоске. Поэтому он спокойно там появляется и размножается. Но, в принципе, самая, конечно, забавная история, это еще один инвазивный вид. Правда, не в нашем регионе, он больше буйствует в средней полосе России. Это плен есенелистный, который долгое время не зимовал, даже в открытом грунте он зимовал в холодных оранжереях. Он стал где-то зимовать в начале 20 века, и после этого постепенно высаживался как декоративное растение. А потом уже стал, в общем-то, проблемой в Москве особенно. У нас он ведет себя приличнее, хотя тоже распространяется. Я тоже даже в каких-то местах видел, где его принцип не должно было быть. Ну, вот скажи, Витя, мы все-таки живем с тобой в Ленобласти, тут же и работаем, и трудимся. Вот на твой взгляд, есть, может быть, какая-нибудь такая вот пятерка инвазивных растений, которые вот непосредственно в Ленобласти представляют с твоей точки зрения угрозу? Твоя такая маленькая черная книга. Да, это, ну, конечно, на первом месте это борщевик, это очевидно. Потому что он несет угрозу, в общем-то, для людей, и с ним по этой причине больше борются. На втором месте я бы, наверное, поставил Рейнутрию Сахалинскую. Она же сахалинская гречиха, она же горец сахалинский. К счастью, она, кажется, не имеет семенного размножения, но она достаточно агрессивна, и уже местами в том же курортном районе идет под лесок. Такое есть, да. Но при этом, к счастью, она не размножается семенами, в отличие от борщевика и остальных. Это большой плюс, да? Да. Наверное, дальше я бы поставил на одно место, наверное, золотарник канадский, золотарник гигантский, вообще этот комплекс гибридов, и вместе с тем люпины, которые, в общем-то, местами встречаются в достаточно большом количестве, но все-таки пока это не является такой большой проблемой. Но понятно, что это станет проблемой рано или поздно. То есть, вопрос времени, когда эти растения начнут, что называется, заполонять территорию. И вот, скажем, тот же золотарник я уже видел в этом году в окрестностях Муги, запрошенные поля, где там золотарника было уже немало. То есть, это не только поселки, но уже какие-то открытые места. На четвертом месте, наверное, клён есенелистный, которого все-таки мало, но он все-таки уже есть. Ну и пятое место, наверное, это роза морщинистая. Наш вот этот вот знаменитый шиповник, который устойчив к соли, поэтому он широко используется в городе. Он потихоньку начинает заполонять какие-то сообщества по берегам Финского залива и Ладоги. Пока это ещё... В Финляндии он уже как бы объявлен незаконно. Да, в Финляндии. Дело в том, что Финляндия отчасти объявлена потому, что он объявлен в Евросоюзе, в Дании. Насколько я знаю, в Дании она вытесняла местный вид розы с берегов, который там растёт. Если я не ошибаюсь, в Финляндии у нас таких видов... У нас точно такого вида нет шиповника, который у нас был побережьем. В Финляндии, скорее всего, тоже нет. Но поскольку видно, что она распространяется, её на всякий случай объявили инвазивом, обязали уничтожать. Но сорта пока не объявляют инвазивными видами, сказали, что за ними будут наблюдать. В Финляндии очень много сортов на основе розы морщинистой, розы ругозы. И они устойчивы, они декоративны. Весной и летом они цветут. В зиму они входят с плодами, которые имеют разную окраску, разные оттенки. Орального, красного и иногда чёрного. И, в принципе, это хорошее декоративное растение. Плюс устойчивость к солю, что в наших городских условиях очень ценно. Таких кустарников, в общем, очень немного. Ну, безусловно. Тут надо различать тот, который одичал и заполоняет, и тот, который растёт в питомниках, в том числе Ольги Чаденковой, и ведёт себя очень дисциплинированно и дружелюбно. Заполоняет всё-таки вид, а сорта пока ведут себя приличнее. Но это вопрос времени. Я почти уверен, что это вопрос времени, пока в ходе гибридизации появится нечто такое, что начнёт... Очередной Фунгенштейн. Ну, вот классический сюжет, несколько из другого региона, совсем с другой страны. В Англии гибриды на основе рододендронов кавказского стали серьёзной проблемой. То есть, там уже никто не знает более-менее. Хотя никто не ждал от рододендронов, да? Мы не ждали, потому что у нас едва выживают. Испанская инквизиция. Если посмотреть на то, как рододендроны растут в природе, да, они могут действительно занимать достаточно большие пространства. А в Англии они нашли прекрасное место, где они образуют такие кущи, где не могут прорастать именно других растений. В зарослях рододендронов там уже ничего не выживает. Но это какая-то определённая группа. Другие ведут себя приличнее. Скажем, у меня есть такой вопрос. Прежде чем мы перейдём к золотарнику, у меня ещё есть такой вопрос. Я недавно снял замечательный ролик своего дачного участка, где у меня очень-очень свирепствуют растения под названием топинамбу. И, конечно, я получил огромное количество комментариев, возмущённых людей, которые говорят, что это бесценное лекарственное растение, которое помогает от всех болезней, и которое снижает сахар, которое лечит диабет. И, собственно, бороться с ним грех. И вообще просто я глубоко был неправ, когда объявил его инвазией. Возможно, я заблуждаюсь. Мне кажется, что ты не заблуждаешься. Более того, насколько я знаю, он, по-моему, есть в официальных списках. Это безусловно. Ну, ты понимаешь, одно дело, когда говорю я, другое дело, когда говоришь ты. Поэтому я прошу твоей поддержки. Я думаю, что нужно смотреть официальные списки. И вот эти растения по возможности избегать сажать в любом случае. А если вы можете их убрать со своего участка или окрестностей, лучше, конечно, убрать. Потому что даже после того, как вы их выкопаете и выкинете, всё равно какое-то количество семян в почве или в случае ренутрии корневищ останутся, это будет возобновляться. Поэтому здесь надо просто смотреть. С тем же шиповником морщинистым, например, розоморщинистым, например, в общем, надо быть осторожнее. В общем, топинабур ты тоже не одобряешь. Ну, он сидит, он растёт, но он, к счастью, насколько я понимаю, особо не сеется. Я не видел так, чтобы он сеялся. Это не золотарник, который намного агрессивнее. Да, по счастью, как и ренутрия, да. Да, он сидит, с ним садили. Другое дело, и в принципе, из него от него можно избавиться. В отличие от ренутрии, которая тоже черневищная и которую очень сложно убить. Я знаю, что это действительно проблема в некоторых европейских странах, где наличие ренутрии на участке существенно понижает стоимость земли, где приходится буквально по нормам убирать кубометры грунта, где могут оказаться корневища, потому что они могут разрушать строительные конструкции. Я, кстати, сейчас вспомнил, что в одном из садов, которые мы снимали, мы не рассказали, у тебя же растёт замечательный гибрид на основе топинамбура с красивыми жёлтыми такими ромашечками. Это был, да, это подсолнечник Лемон Квинн. Действительно, там гибрид топинамбура с каким-то другим видом, сейчас я сходу не вспомню. Но он практически не расползается, он достаточно компактный. То есть, да, у него, конечно, некий объём набирает, но это совершенно не то, что... Ну, вот я как раз отсюда-то и хотел шагнуть к золотарнику. Там есть ничего. То, что, в принципе, те растения, которые нам нравятся, и с эстетической точки зрения, всё-таки у нас канал преимущественно нацелен на декоративное садоводство. И если для кого-то декоративные качества одного растения являются достаточно весовыми, то, в принципе, подобрать какое-то похожее растение или гибрид того же самого растения вполне возможно. И, собственно, будут и волки сытые, и овцы целые. И отсюда мы, собственно, и расскажем про золотарник. Потому что ты довольно часто сажаешь золотарник в своих садах. Я сажаю не тот золотарник. Раскрою, да. Прежде чем сейчас все взялись за камни, и их все оттенут, мы расскажем. Дело в том, что золотарник достаточно большой рот. Там достаточно большое количество видов. Как во флоре европейской, так и во флоре североамериканской. Скажем, у нас есть свой золотарник. Золотарник обыкновенный. Который можно вполне использовать. Пасконный. Ну, это как одуванчик. Да. Нет, он красивее одуванчика. Ну, в общем-то, да. Ну, как бы, да. Возделываются одуванчики, и возделывается, собственно, наш пасконный золотарник примерно, мне кажется, из одной оперы. В основном декоративного садоводства используются североамериканские виды. И сорта на их основе. Но гибриды золотарника канадского, наверное, все-таки золотарник гибридным идет. Их очень много сортов. Они выводились в Европе. Они до сих пор продаются в Европе, несмотря на то, что они считаются инвазивными видами. Но, наверное, все-таки их стоит избегать, сажать. Просто потому, что... С чем я могу лично столкнуться в обсуждениях? С тем, что люди действительно не видят разницы между, условно говоря, безопасным золотарником. Относительно безопасным. Скажем так, на данный момент безопасным золотарником, потому что он не успевает завязывать семена. Вспоминаем клен десенелистный, который тоже был безопасным, потому что не зимовал в открытом грунте. То есть, в какой-то момент любой потенциал инвазивности есть у любого растения, у любого живого существа. Мы не знаем, как вот этот генетический пул, как это все изменится, какую эволюцию он преодолеет, и что в итоге выстрелит. Потому что клен десенелистный, на мой взгляд, прекрасный такой пример того, как растение, которое вообще отказывалось нормально зимовать, внезапно стало проблемой. А климат за эти годы, конечно, стал мягче, но он не стал совсем сурового, совсем мягким. Чуть-чуть стало теплее. Морозы по 30 градусов. Для многих растений это казалось таким фактором, который позволил им выйти из сухого. Это не только меняется климат, это и какие-то эволюционные процессы происходят. Вот мы можем сейчас наблюдать эволюцию в прямом эфире пресловутого коронавируса, который обсуждается широко, и видно, какие адаптивные изменения происходят в силу того, что это существо живет, если это вообще можно назвать существом, а не с фразитической молекулой по большому счету, потому что вирус не может сам размножаться без живой клетки. Это очень быстрая эволюция, и мы видим, как он меняется, как он адаптируется. Понятно, что чем крупнее живое существо, чем дольше оно живет, тем этот процесс медленнее, но он все равно протекает. И мы не знаем, не станут ли наши любимые флоксы, например, через 30 лет такой же проблемой, как сегодня, например, бурщевик. Мы не можем этого знать. Это может произойти. А флоксы-то могут. Флоксы прекрасно сеются. И сеются, и гибридизируют. Да, да, да. И они очень легко гибридизируют, очень легко выводить новые сорта, поэтому очень много сортов, похожих, иногда менее похожих, иногда интересных. Но тем не менее. И мы не знаем, какое из растений, которые мы сегодня сажаем в нашем саду, новинка, только что выведенная, привезенная откуда-то, может стать проблемой. Ну, вот скажи, например, все-таки возвращаясь, опять же, к нашему любимому золотарнику, который так прекрасно смотрится в твоих садах. Ну, многие наверняка заметили, мы так осторожно с тобой его упомянули, но, да, не стали заострять, потому что это триггер для многих людей. Потому что, как сказать слово борщевик? А давайте посадим цветник борщевик. Например, так же прозвучало и про золотарник. Ну, вот люди, например, там пришли купить себе собачку, купили крысу. Не может быть такой истории примерно с золотарником, что они приехали в садовый центр. Тут даже следующая проблема. Люди не могут купить крысу вместо собачки. Люди просто думают, что вот эта собачка – собачка. А на самом деле собачка оказывается крыса. Всегда ей была. Потому что, ну, некоторые исключения, очень относительные, опять же, подчеркиваю, можно сделать, если говорить о золотарнике, в случае сортов, которые очень поздно цветут. Если оно зацветает к октябрю, то, скорее всего, в Петербурге, я подчеркиваю, если мы говорим о Петербурге, если мы говорим, скажем, о Курской области, там уже будет другая ситуация. И, скорее всего, там он успеет завестись семенами. В Петербурге не успеет и не посеется. Основная проблема с ним, что он сеется. С другой стороны, вот есть еще, значит, смотрите, есть гибриды золотарника, в том числе на основе золотарника канадского и гигантского, этих страшных инвазивных видов, которые цветут очень поздно. Возможно, они не будут наносить вреда. Но в ситуации, если у вас на участке нет этого золотарника, и вам повезло, найдите лучше другое растение, цветущее осенью, желтыми цветами. Слава Богу, их довольно много. Золотарник не надо. Есть еще один вид золотарника. Золотарник морщинистый. Есть сорт файвокс или фейерверк. По-моему, он немецкий. Тоже очень поздно цветет. Тоже, кажется, не сеется. Хотя вот в этом году, я, кажется, нашел у себя что-то подозрительное, напоминающее сениц этого золотарника. Но он сидел рядом с материнским растением, с куртиной. Так что это может быть просто отросток. Я понаблюдаю и посмотрю. Но вот вроде как, даже англичане говорят, что золотарник морщинистый, солида горугоза, он не является инвазивным, и он не сеется. То есть он ведет себя прилично. По моему опыту, вот считайте, за, наверное, 10 лет, если один маленький сениц. Но опять же, если вы придете в садовый центр, вы уверены, что вы купите золотарник морщинистый, а не золотарник канадский, не золотарник гибридный? Вы уверены, что вы отличите, вы уверены, что вы вспомните, или, скорее всего, вы запомните слово золотарник и купите золотарник. Скорее всего, так оно и будет. Если говорить о моей личной даче, то, конечно, там чуть-чуть другая ситуация. Там золотарник остался еще от посадок, и он регулярно на участке где-то возникает. Именно золотарник канадский. И, конечно, я его регулярно удаляю, но я думаю, что эта битва будет долгой, потому что я вижу его по обочинам дороги в поселке. Наверное, в такой ситуации, если вы посадите золотарник, хуже не будет. Но если у вас нет ничего подобного и близко, наверное, лучше избегать этих растений. Спасибо большое. Мне кажется, что самый ценный урок, который можно усвоить из этого огорода, не уверен, не заводи. И прежде чем завести какое-то растение, в котором ты сомневаешься, все-таки стоит обратиться к специалисту. Не говорю о том, чтобы обязательно нанять ландшафтного дизайнера или садовника, но хотя бы просто задать этот вопрос непосредственно, например, под этим роликом. И спросить, Виктор, а скажите, а вот такое вот растение, я могу у себя посвятить, стоит ли мне это делать или нет? И я думаю, что наш зритель сможет получить квалифицированный, простой ответ. Только проблема в том, что ответ может быть не очень четким, потому что... Всегда есть подвох. Да, потому что всегда есть нюансы, которые ты знаешь, и чем больше ты их узнаешь, тем больше ты понимаешь, что все относительно. И советы такие вот четкие. Они красиво звучат, да. В инфо-цыгане есть польза. Мы все хотим, да. Мы очень любим. Лайфхак. Да, вот эти вот короткие, так сказать, записать что-то за 10 фраз, о том, что вот так все круто. Ну, как правило, просто когда записывают короткий, четкий ролик, там вот остается много сносок, которые просто не произносятся, не упоминаются. Но они практически есть всегда. Спасибо, Витя. На этом мы с вами прощаемся и ждем ваших вопросов, Виктор. Думаю, что наша дискуссия может быть интересной и полезной. И в дальнейшем у нас обязательно будут встречи и с Виктором, и с другими нашими экспертами, у которых сейчас появилось довольно много времени. Так что мы ждем и Викторию Сангину в гости, и Ладу Кулыгину, и, возможно, и других наших экспертов, которых давно не было на нашем канале. В том числе, конечно же, Наталью Завидий, которая так не рассказала мне, как делить пионы. Но, возможно, нам нравится. Это уже не сезон. О чем поболтать с ней, собственно, за чашкой чая. На этом все. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова